Я не имел чести быть знакомым с Ирона Прамчем, не лично, и даже не могу себя назвать в какой-то степени специалистом или последователем его научных разработок, но в то же время мое выступление в той или иной степени будет относиться к тому небольшому подзаголовку этой конференции, который даже не выделен черным цветом, называется «Продолжение идей Аарона Абрамовича Брудного в современных исследованиях». И вот пример, эти два текста, которые я назвал и которые выйдут в книге уже в конце этого месяца, на мой взгляд, это в некоторой степени пример того, как идея продолжает жить. Именно в той степени, не в степени школы, ни каких-то ритуальных цитат, ни прямого продолжения каких-то разработок, но в той степени, в какой имя ученого или мыслителя и его работа продолжает быть актуальной. В той степени, что мы пытаемся решать какие-то стоящие перед нами задачи и в связи с этим работа ученого является важной. Именно в такой степени мне пришлось познакомиться с работами Аарона Абрамовича и мне кажется, что это гораздо важнее, чем продолжать какую-то школу, потому что всего есть какие-то лимиты и в любом случае это скорее какое-то институциональное, нежели по-настоящему концептуальное продолжение какой-то работы. Говорить я буду, как уже ненародно сказала, о связи между искусством и наукой. Если мы слышали о связи гуманитарного и естественно-научного мира, то я буду говорить о связи искусства, литературы и науки. Но начать хотелось с истории. В штабе где-то может быть года три или даже четыре назад было какое-то событие, и пришли люди, которые, наверное, никогда до этого не были в штабе. И одна из дам, она подошла и сказала, ой, вот ваше место мне так напоминает кружок Брудного. Вы знаете, вот был кружок Брудного, и вот мне кажется, что ваше место очень его напоминает. Ну, я помню тогда это сравнение меня немножко смутило, в первую очередь с сравнением с кружком, потому что мы-то кружком никаким не считаем, мы считаем себя вполне такой респектабельной организацией. Я думаю, что на самом деле никаким образом то, что мы делаем, не похоже на то, что делал Арон Абрамович, на его круг, на его работу, во всяком случае внешне. Но вот в последний год, знакомясь с идеями Арон Абрамовича, с его работой, обсуждая это с коллегами, я понимаю, что, наверное, в этом наивном замечании все-таки была некая цирмяжная истина. Здесь нет внешнего сходства, нет какого-то продолжения традиции или нет следования какой-то букве в исследованиях Брудного, но есть то, что можно назвать следованием ДУП. Некому представлению о своей деятельности, о деятельности исследовательской или научной, не как карьерной работе, не как построение или продвижение себя в институциональном мире науки, а как некую практику жизни. И сегодняшнее выступление Дмитрий Николаевич хорошо показал, наука и вообще наша деятельность, она должна решать какие-то задачи, которые далеко превосходят нас, может быть, нашу жизнь, наши собственные непосредственные институциональные интересы, как бы, может быть, пафосно и наивно, на первый взгляд, это не звучало. И вот, может быть, в этом смысле восприятие своей деятельности как формы жизни, исследовательской, творческой, а не карьеры, в этом есть некая связь между тем, что делаем сегодня мы и тем, как Брудный и его коллеги понимали то, что делают они. И, безусловно, когда есть восприятие своей деятельности как практики жизни, то довольно странно говорить о наличии каких-то границ, границ институциональных или дисциплинарных в том, что ты делаешь. Здесь наука, здесь искусство, здесь я выступаю, здесь некая гражданская позиция или гражданский активизм. Эти границы достаточно условны. Уже было произнесено слово междисциплинарность, но я бы хотел, наверное, в большей степени говорить даже о трансдисциплинарности. Не просто о соединении в одном поле каких-то разных дисциплин, а о преодолении границ между этими дисциплинами, причем границ, которые, если даже диалог между гуманитарным и естественно-научным знанием так или иначе, например, может осуществляться в рамках университета, то диалог между наукой и искусством, которые даже пространственно разделены. То есть если в университете может быть гуманитарный факультет, факультет естественных наук, может быть организована какая-то конференция, то литературе или искусству и науке встретиться гораздо сложнее. Вообще мое выступление, оно здесь заявлено под рабочим названием, хотел бы я его переиначить и назвать так, когда фикция становится фактом. И оно станет предисловием к фильму, который мы покажем. Действительно, если посмотреть, выделить некое такое ядро литературы, искусства, то что им окажется? Им окажется вымысль, фикция, продукт нашего воображения. В то время как на стороне научного знания оказывается факт. Нечто, имеющее отношение к реальности, подтвержденное, существующее в действительности. И фикция никогда не может стать фактом. Факты часто становятся фикцией, как уже было сказано. Ученые ошибаются, то, что мы почитаем за факты, зачастую каковыми не оказывается. Но у фикции шанса на то, чтобы стать фактом, как бы нет. Интересный вопрос. Если мы понимаем, что фикция это то, чего нет в реальности, и в наш просвещенный век, в наше полагание и веру в факты, зачем вообще продолжают нам быть нужными фикции? Вообще, почему нам нужен вымысел? Зачем нам нужны вымысли? Зачем нам нужно то, что мы полагаем не существующим в действительности? А ведь человеческая культура на протяжении всего своего существования продолжает производить фикции. Мы знаем, что это фикции, но они нам все равно продолжают быть нужны. Это на самом деле достаточно серьезный глобальный вопрос, который именно в силу этого всегда кажется очень наивным. Но я для себя сформулировал этот ответ с помощью немецкого литературоведа Вольбинга Изера, который попытался ответить на него антропологически. Антропологически не с точки зрения этнографии, а антропологически в философском смысле. Зачем все-таки людям нужна литература, нужно искусство, нужна фикция? И он дал, на мой взгляд, прекрасную, емкую, очень краткую формулировку. Фикция это единственное, что дает возможность человеку для саморасширения. Именно с помощью фикции мы можем представить то, чего нет. Мы можем представить альтернативу. Мы можем представить то, что кажется нереальным и невозможным. И что в конечном счете может определить наше движение вперед к каким-то поставленным целям. Фикции, существующие в форме художественных произведений, литературы, являются основными контейнерами для важнейшей когнитивной функции человека воображения. То есть, если мы способны воображать, способны представлять то, чего нет, нам нужна форма, в которой мы можем это облечь. И вымысел, фикция это именно та форма, которая позволяет нам это сделать. Вопрос, зачем нам нужно воображать. Тоже немаловажный вопрос. Может быть, нам не нужно воображать. Может быть, мы можем в принципе существовать с теми фактами, которые у нас есть. Жить, основываясь только на каких-то реальных показателях, данных. Но между тем, и действительно можно сказать, что последнее 20-летие или 25-летие было большим кризисом воображения, который еще обозначается таким вот емким понятием, предложенным Фукуямой, конец истории. Что значит конец истории? Все закончилось. Все движение прекратилось. Соревнования общественно-политических систем, общественно-экономических систем больше нет. Непреложной ценностью является некая модель либеральной демократии, в которой мы все будем постепенно существовать, развиваться. Везде будет рыночные капиталистические отношения. В общем-то, никаких горизонтов для дальнейшего движения, а значит, воображения нет. Довольно скоро и скоро стало понятно, что подобный взгляд никоим образом не составляет, является фикцией, не является фактом, а является фикцией. Обещания либеральной демократии, обещания капиталистического процветания, они как-то не происходили. Мы в них верили в 90-е годы, но они не наступали. Более того, в конце 2000-х годов вера в капитализм пошатнулась даже там, в тех местах, которые являются оплотом. И сегодня мы видим, что этот кризис только продолжает усугубляться, и мы в начале года, и я не думаю, что наш год будет радужным и счастливым. Мы вступаем в совершенно новую в политическом смысле эру. И мне кажется, что в этой ситуации роль воображения является просто критической. И наиболее важной. Мы должны быть в состоянии представлять возможные альтернативы тому миру, который нам предлагается. И понятно, что эти возможные альтернативы, они не могут быть предложены только какой-то одной дисциплиной или не могут быть разработаны только в каком-то одном научном институте. Они должны охватывать все сферы нашего существования. Они должны отвечать на вызовы и экологические, и антропологические, и экономические, и социальные, и так далее. И понятно, что эта альтернатива в своем как бы дисциплинарном смысле должна быть трансдисциплинарной. Но проблема в том, что специфической функцией воображения обладает только искусство, которое они часто приглашают в эту компанию. Потому что, ну, художники это люди несерьезные. Они как бы вот вроде клоунов, которые могут только развлекать, могут как бы жонглировать какими-то несерьезными вещами. А вот наука, наука вещь серьезная. Или там какая-нибудь публицистика или даже политическая деятельность. Это вещь серьезная. А искусства нет. Искусство это игрушки. Но если действительно призадуматься о том, насколько часто фикции являются частью того, что мы называем серьезным научным или околонаучным дискурсом. Я всегда люблю приводить студентам такой пример, который очень хорошо описала моя коллега Оксана Шаталова. Это персонажи собачьего сердца. Даже скорее не романа, а фильма по мотивам романа Бортко 89-го года. Профессор, большинство людей, может быть, не читал роман, а сейчас, наверное, фильм не видел, но все знают профессора Преображенского, Шарикова и Швондера. И когда возникает какой-либо разговор о Советском Союзе или о революции столетия, которую мы будем отмечать в этом году, с необходимостью возникает треть персонажа. И, конечно, как правило, говорящий ассоциирует себя с профессором Преображенским, ну, а вокруг Швондера и Шарикова. И эта метафора, эта фикция, этот плод воображения писателя и режиссера, Булгакова и Бортко, настолько прочно укрепились в нашей культуре в качестве фактов. В качестве основной репрезентации революции и гражданской войны в 20-х годах. Хотя, еще раз повторяю, это фикция, это плод воображения. Но эти фикции стали фактами. Не фактами, связанными с революцией, не фактами, связанными с гражданской войной, с НЭПом и так далее. Нет. Это факты нашей действительности. Когда мы внимательно на них посмотрим, можем сказать, что да, вот именно так представляет себя либеральная интеллигенция в конце 80-х, 90-х и даже 2000-х годов. Именно в этих образах сформулировано и емко выражено отношение к советскому проекту или к революции. В этом смысле это факт, и факт вполне научный. То есть, эта граница между фикцией и фактом, она на самом деле очень зыбкая и легко преодолимая. Но можем ли мы намеренно, не случайно, не каким-то независимым от нас образом привлекать фикцию на свою сторону в той работе, которую мы делаем? Позволительно ли это? С точки зрения научной этики, безусловно, нет. Наверное. С точки зрения дисциплинарного продвижения своей карьеры, конечно, нет. Но с точки зрения, с той точки зрения, с той этики, которую я озвучил в начале, восприятие своей деятельности как формы жизни в условиях постановки перед собой гораздо более серьезных задач, чем достижение карьерных бенефиций, наверное, это может быть оправдой, если мы хотим выйти за рамки тех лимитов, которые на нас накладывают те условия, в которых мы существуем. И, безусловно, делать всегда это очень сложно. Что значит попытаться выйти за пределы науки и искусства одновременно? Потому что, когда мы говорим о какой-то сущностной трансдисциплинарности или междисциплинарности, это действительно всегда вызов. Вызов самому себе внутри той дисциплины, которой ты существуешь. Потому что, например, мне очень часто приходится отвечать на вопрос, о чем ты занимаешься? И вообще, в чем твоя работа? Мне действительно очень трудно на него ответить. Когда мы говорим об этой трансдисциплинарности, важно, чтобы она не стала профанацией. Потому что можно выйти, конечно, из всех границ, из всех дисциплин и оказаться как бы в неком поле нигде. В плохом смысле маргинал. Почему трансдисциплинарность или даже междисциплинарность труднодостижима? Именно потому, что они предполагают некую маргинальность. Тебя внутри системы. И эта маргинальность в какой-то степени, или провинциальность, я вот воспользуюсь термином Нины, который она предлагает, она должна быть продуктивной. Ты можешь оказаться на границе дисциплин, не в их центре, но все равно, чтобы быть продуктивным, ты должен иметь связь с этими дисциплинами, быть признанным внутренним. Иначе ты начнешь коммуницировать только сам собой или со своими родственниками на кухне. А это значительный вызов, потому что нужно быть, если ты пересекаешь границы, скажем, гуманитарного и естественного научного знания, ты должен в какой-то степени обладать знаниями из этих обеих сфер и быть признанным и там, и там. Если ты пересекаешь границы искусства и науки, то ты, соответственно, должен быть и в искусстве, и в науке. Тебя должны выставлять или тебя должны приглашать что-то делать в искусстве, а тебе кто-то должен писать. А если ты в науке, ты должен публиковаться или преподавать или что-то делать. Ты должен быть и там, и там. То есть это удвоение или утроение ответственности, на которую, конечно, не каждый способен, потому что это тебя маргинализирует. Тебе нужно потратить больше времени, больше сил. И в этом смысле это вызов. И это важно понимать. Но это вызов, который, мне кажется, достоин того, чтобы его принимать и в том числе нести какую-то ответственность за него. Очень часто это как бы пересечение внутри одного человека или какой-то группы. Оно существует таким образом, что все-таки мы занимаемся и тем, и тем. Вот здесь мы с фактами, а вот здесь мы с фикциями. Вот здесь мы пишем научную работу, здесь мы пишем роман. И в этом смысле такую констелляцию никто, как правило, сомнению не подвергает. Это, в общем-то, нормально. Так примерно и должно быть. Но гораздо более серьезным, мне кажется, вызовом для нас сегодня и методологическим, дисциплинарным является все-таки попытка создать такую форму, в которой развлечение между фикцией и фактом провести будет очень сложно или невозможно. Повторюсь, для нас, для меня здесь главным являются те потенции воображения, которые может принести с собой фикция. Но такого воображения, которое тоже не обязательно как-то локализовать. И вот в этом смысле я как бы перехожу к тому, чтобы мы сейчас уже запустили этот фильм, который тоже связан с Сароном Абрамовичем, вы это увидите. И это фильм об исторических событиях и об исторических фактах, и об исторических фикциях. Но вот где там фикции, а где там факты, я предлагаю нам обсудить потом. И понять, имеет ли смысл выявлять там фикции, или разделять фикции, или факты, или нет. Вот, если мы можем фильм пустить, то замечательно.